Рух транспорту по понтонным мостю Праспрыпять в Житковицком районе открытый 10-го Снежня. Его наведением занимались азводный отряд подразделения 188-й Эгвардейской инженерной бригады Узброенных сил и республиканский отряд специального произношения Министерства по незавершенных ситуациях. После установки у всех понтонных секций специалисты замасовали береговые элементы и открыли рух транспорту. У меток безопасности людей он будет организованный одночасово только у одним накерунку. Спочатку регулировать потоки машин и пешеходов будут супрацовники Державта инспекции. Потом этот процесс будет житовляться с допомогой светлофоров. Ширина не позволяет осуществить двустороннее движение, поэтому для безопасности население будет организовано только в одном направлении. Испытали его с помощью звена, который расположен на кразе, в общей массе 20 тонн. Мост выдержал, готов переправить на другую сторону. По словам специалистов 188-й инженерной бригады, понтонный мост может вытримливать нагрузку до 60 тонн, что дозволяет организовывать рух не только легкового транспорту, а и великогрузов. Это тем больше важно, что в турове находятся два буйные предприемства – консервовые и молочные комбинаты. А так само великая фермерская господарка Михаила Шруба, где працует шмат жидкоучан. По словам керавников этих предприемств, неких перебоев с обеспечением сыровины и працонными ресурсами после закрытия автомобильного моста не было. Дальше, кончатковое решение об его ремонте может быть принято уже на этот день. В пятницу будет заключение, предварительно, которым комиссия Минтранса уже даст официально. Поэтому пока мы сделали то, что нужно было сделать оперативно. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гумель» при допомозе агентства теленавин Житковицкого района.